Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня мы вместе с вами продолжим колесить по миру зомби на поезде в игре под названием Зомпирсер. Ну а если вам понравится этот видос, или вы захотите поддержать улыбающегося робота и меня, вы можете это сделать с помощью лайков. А еще, друзья, Зомпирсер обновился опять, и это здорово, новое дополнение сделает игру гораздо более красочной и прикольной, потому что появилась практически настоящая броня для поезда. Ну не совсем броня, а всякие колючие проволоки, обвесы, бочки и прочее. Теперь поезд будет выглядеть так, как будто он действительно из какого-то фильма про зомби-апокалипсис. Ну, например, есть вот такая пристененная защита, колючая проволока номер 3. Я не знаю, как ее ставить. Оп, можно сзади и спереди поставить. Прикольно, давайте установим ее сзади. Ага, а сзади нельзя, только спереди. Блин, а нафига мне это... А, я понял, для чего это нужно. Понятно, что типа если мы едем на поезде, выходим наружу, чтобы перейти из вагона вагон, то зомби не смогут запрыгнуть и что-то сделать, поэтому давайте поставим с двух сторон. Прикольно, сейчас этот вагон постараемся пол... А, так оно установи... Во, установилось. Неподходящий инструмент. Постараемся полностью этот поезд как-то... Че, я не могу отсюда, что ли? Разукрасить, а это будет выглядеть интереснее. Может быть вообще не тот инструмент взял? Стопэ, 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 стопэ. Окей, проблема, друзья, с инструментами. Давно не заходил, забыл. Короче, нам понадобятся металлические слитки. В принципе, с этим нет никаких проблем. Сейчас мы их парочку сделаем. Ну, может быть даже не парочку, штук пять, я думаю, будет самое оно. Ну, пускай они пока создаются, но мы посмотрим, че еще можно добавить на наш вагон. Так, пристеленная защита с проволокой 2. Она ставится уже, смотрите, тут и там. Неподходящий инструмент. Разместили. Давай и тут поставим ее. Давай здесь поставим. И, в принципе, уже выглядит неплохо. Тут такая необычная какая-то спиральная ключа проволока. Что еще можно поставить? Например, бочки. Почему бы и нет? Крепление для бочек, только как туда саму бочку потом запихать? Я, честно говоря, не знаю. Внешнее крепление позволяет хранить и перевозить такие крупногабаритные бочки, как бочки и канистры. А, так их еще нужно найти. Плюс есть вот такая пристененная защита с шипами. Может быть, лучше ее поставить вместо этой? Я не знаю. Так, ее два вида. Давайте здесь мы удалим и поставим вот такую с шипами. Выглядит она поинтересней. Как мне кажется. Вот так, отлично. Жаль, вот сюда ее поставить нельзя почему-то. Может быть, что-то другое можно будет поставить? Дверная решетка с полным остеклением. Так, решетка малого окна. Но это на окна. Придется переразбирать этот вагон. Мне не сильно нравится, как он выглядит сейчас. Окно для абуза. В кабузе много оконных проемов. Не будет лишним их застеклить. Но абуза у нас, в общем-то, сейчас нет. Плюс второй этаж нужно будет вагона делать. По-любому уличные фонари. Ну что, только бочки, что ли, сюда поставить? Но я до сих пор не понимаю, почему нельзя. Можно ставить эту защиту туда, где есть эти двери. Может быть, можно будет поставить туда, где есть еще и окна. Нужно будет об этом позаботиться. Давайте мы тогда вернемся назад. Парочку стен снесем. Ну и будем смотреть, что и как. Так, там как раз инструмент вроде бы должен был создаться. Ну как инструмент? Конечно, металлические слитки. Ой, звук прям по ушам как будто... Неприятно, неприятно. Звук так. Молоток сделаем, разумеется, он нам понадобится. И нормальный разводной ключ. Хороший. Хороший. Он там тоже требует какое-то невероятное количество слитков. Целых два. Так, давайте-ка. Давайте-ка ту локацию мы полностью исследовали с затопленным городом. Теперь можно полностью себя посвятить всяким интересным штукам. Давайте уберем этот молоток несчастный. Этот разводной ключник чемный. И займемся делом. Подойдет? Нет? Металлолом нужен. Четыре. Оба, единицы. Отлично. Ну, совсем другой разговор. Так, нам бы теперь стены как-то бы убрать, разобрать. Давай. Разберем, разберем здесь. Хотя нет, подожди. Может быть, это не стоит разбирать? Разобрать сначала вот эту. Поставить сюда окна. А дальше уже смотреть по ситуации. Потому что на ту стену, может быть, я захочу, не знаю, повесить бочки. Это будет выглядеть прикольно. Так, что нам понадобится-то? Б. Строительство. Двери. Окна. Подожди, это не то. Стены. Стена с панорамным оконным проемом. Здесь она, наверное, не нужна. А вот с кухонным окном что-то вот такое. Было бы забавно. На второй этаж тоже ставить я ее не буду. Так, давайте теперь ее сделаем. Так. Сначала нужно правую кнопку нажать, а потом только можно уже ее собирать. По-моему, раньше система была другая. Но давно ничего не строил, прям скажем так. Ну и посмотрим. Ограждение для крыши. Нет, нам не нужна. Оборона. Нет, все равно ставится... Блин, показалось, что можно на колеса поставить. Было бы круто. Ну, такое себе решетка широкого окна. Панорамная решетка. Дверная решетка с полным... Почему нельзя? Нет для такого. Вот, друзья, совсем другое дело. Я нашел кое-что. Пристенная защита с шипами. Именно первая. Вот она устанавливается сюда спокойно. И выглядит прям супер смачно. С обоих сторон нужно будет ее поставить. Конечно, вот так. Так, так. Все покрыто будет шипами. Хотя, стоп. Наверное, наверное... Наверное, мы сюда и окна поставим. Так что торопиться я пока не буду. Просто на радостях решил проверить. Так, давайте сюда тоже, наверное, поставим... Ой, блин. Подожди. Это. Поставим сюда, наверное, панорамное окно, чтобы можно было его закрыть решеткой. Панорамная оконная решетка. Да, будет круто. Защитная. Только сзади и спереди. Сюда можно вот такую колючую проволоку воткнуть. Что, в принципе, тоже смотрится неплохо. Ну, ладно. Панорамное окно мы поставим с другой стороны. Крепление для бочек, разумеется. Давайте выберем все. Тоже поставим. Накопительный бак дождевой воды нам не нужен. Металлическая рама стены. Просто тоже идет такое небольшое укрепление. Можно поставить. Сюда, к сожалению, оно не ставится. Сюда ставится. Но тут у нас крепление для бочек, наверное. О! Можно и то, и то сразу поставить. Давайте. Крепление для бочек. Крепление для канистр. Ставится только спереди и, наверное, сзади. Сзади тоже поставить нельзя. Только спереди. Надо ли оно нам? Ну, давайте поставим. Почему бы и нет. Потом, конечно, потребуется много материалов, чтобы все это сделать по красоте. Чтобы все это довести до ума. Материалов столько нет. И дверная решетка с частичным застеклением. Не совсем понимаю, куда ее ставить. Вроде бы вот это. Ну, ладно. Решетка малого окна. Конечно, поставим ее. Хотя мне больше, наверное, нравится вот это. Выглядит она поинтереснее. Хотя... Я думал, она будет такая, как сетчатая. Подожди. Прикольно. Она установилась? Так, ладно. Давайте теперь наберем материалов. Нам понадобится много металла. Хотя металл, в принципе, и так есть. Но древесины недостаточно. Древесины тоже найдем сейчас. Так, древесинки. Ну, я не знаю, сколько. Ну, давай... 24. Почти. Почти угадал, друзья. Ну, шо? Начинаем тогда все это дело строить. Неподходящий инструмент. Разумеется, вот подходящий. В основном металл. Древесину зря, наверное, я даже брал. О-о-о. Не, ну это смак, друзья. Просто смак. Красотища-то какая! Вот это я понимаю. Вот это настоящий поезд выживальщика уже. А то, что было раньше, это... Мне показалось, что меня кто-то бьет. Нет, это я просто махаю своим разводным ключом. О-о-о, да. О-о-о, да. Ну, это просто, ну, вообще сказка. Вы только посмотрите. Шо, шо ты делаешь? Как он бьет? Шо ты делаешь, мужик? Давай это, строй. Металл закончился. Не хватает лестницы сзади. Не, ну, вы посмотрите, а. Выглядит надежно, мощно. Вот сюда бы наверх еще такую же поставить колючую проволоку. Было бы кайфово. Так. Но точно никто не заберется теперь из зомбарей сюда. Ой, блин, пить хочется. Надо бы водички попить и желательно покушать консервов, наверное. Чтоб персонаж это не выдохся. Этот вагон я толком менять не буду, наверное. Потому что, в принципе, он будет оставаться хранилищем. Здесь куча ресурсов. Так что пускай... Ну, чё, ешь, ешь, ешь давай. Так что пускай оно так и остается. Главное лестницу сделать на второй этаж. И тогда все будет окей. Второй этаж по-любому понадобится. Но это прям не обсуждается, я думаю. А где это окно? А где окно делось-то? Жесть. Только что было, а сейчас его уже нет. Отлично. Опять угадал. Смотрите. А, везет. Так. А где окно? Чё, я ж ставил его сюда. Нет, разве? Во! Во! Ну? А вы говорите. Сюда. Вот дверная как бы штука. Дверная решетка с полным остеклением. Я думал, она вставится в дверь. Но она не вставится в дверь. Тогда для чего она нужна? И эта, и дверь, и эта. И эта. Я любую выбираю, любая не подходит. Картину можно будет еще установить. Шкаф с креслами. Для кабуза? Это на втором этаже можно поставить и сидеть там. Нифига, я такой шкаф не видел раньше. Кабуз мы сделаем обязательно. Но сперва доведем до ума. Крытый выход на крышу тоже выглядит офигенно. Хочется именно вот сделать поезд уже красивым. В конце-то концов. Ладно, где у нас тут еще что не доделано? Давай. Строй! Ну, нормально. Тут еще, да, кусок? Ну, что ты опять делаешь? Ну, давай строй вот так, да. Давайте здесь снесем кедрение фене эту стену. Нафиг. Поставим панорамное окно. Просто для внешнего вида. Так, и... Да и здесь можно, наверное. Вы будете перегружены. Да ладно, все равно весь материал сейчас потратится. Я ведь буду что-то еще делать. Так, давайте посмотрим, какую стену. Стена с широким окном. Но это опять же для теста. Давайте ее поставим сюда. Не с узким, как на той стороне, а с широким. Ну, и с панорамным. Я думаю, вот такое что-то. Теперь надо бы это дело собрать. Древесины как раз освободилось много. Плюс инвентарь. Немного разгрузим. Так, темнеть, правда, начинает. Меня это немного злит. Не хочу темноту. Хочу, чтобы было светло. Так, оборона. Продолжаем. Решетка. Панорамная решетка. Стоп. Вот. Готово. Решетка широкого окна. Тоже давайте поставим. Но я почему-то уверен, что вот это должно ставиться сюда. Но оно почему-то не ставится. Дверная решетка с частичным остеклением. Хорошая защита дверного проема. Я что-то не понимаю. Почему оно не ставится? Может, как... Друзья, кто из вас уже разобрался? Потому что я что-то... Я что-то вообще не понимаю ничего в этой жизни абсолютно, если честно. Так. Шипы. Шипами один, шипами два. Можно поставить вот эту штуку. Колючую проволоку для разнообразия. Не, ну, хоть убейте. Мне больше нравятся шипы, если честно. Сюда какие-нибудь штуки повесим. Стены. Простое ограждение. Ну, все это, конечно, понятно. Но все это нам, конечно, не нужно. Так что... Такое себе. Неподходящий инструмент. А это подходящий? Подходящий. Давайте делать. Давно мечтал о чем-то таком на самом деле. Разбирать не нужно. А как мне дотянуться? Что значит неподходящий инструмент? А что я не могу? Во. Так. Собирайся. И вот это, пожалуйста. Ну, не надо ничего удалять. Разобрать. Как мне туда добраться-то? Так, похоже, мне эту штуку придется разобрать, потому что она не дает мне поставить окно. Ну, наконец-таки. Вот это, блин, чудо получилось. Так. А где наша... Вот это штука. Так. Поехали. Удалять ничего не нужно. Красиво выглядит. Не хочу ничего удалять. Хочу наслаждаться броней. Ну все, пойдем поспим, а то ночью нифига не видно. Надеюсь, зомбари не придут. Да и не должны вроде бы. Если, конечно, ничего не изменилось. Вдруг с появлением брони и зомби начнут штурмовать поезд. Вот это было бы прикольно реально. Прикиньте, на ходу просто фигачишь по рельсам, на полном ходу. Обороты на максимуме. И зомби просто выбегают из леса, начинают прыгать на твой поезд. Запутываются в этой колючей проволоке. Сколько времени вообще? Пять. Ну, надо еще часов пять поспать, да? Давайте еще пять часиков подремем. И будет нормально. С новыми полными силами надо будет попить воды и поесть тушенки. Консервов. Да. Ну давай. Или чипсиков. Голод минус 20. Нормально. Хотя бобов нужно было поесть. Они жажду немного восполняют. Давай. Кушай, 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 кушай. Кушай, кушай. Молодец. Воду пей теперь. Пей воду. Пей воду. Все, нормально. Другие продукты я пока кушать не буду. Так, вот эту штуку мы еще не это... Да не надо разбирать ничего этого. Металлолома нет. Окей. Сейчас бегаю. А еще немного не понимаю, куда уходит столько свободного веса. Вроде бы ничего не тащу. Энергетики 4,5. Тут 3,4. 2,4. Куда столько ушло? 73 килограмма. Надо будет все выложить куда-нибудь и посмотреть. Почему так мало этого? Место у меня. Так. 28 где-то берем. Вот так. Да. 26 получилось. А, это я не угадывал. Это просто он не берет больше, чем нужно. Но я думал, я такой классный угадываю всегда. Да. Бывает. Так, что мы тут не доделали? Давай вот это. Классно. Правильно. Просто стучи, бей. Что-то да получится. Шикарно. Так, сюда. Что еще можно было бы? Каких-нибудь фонарей, наверное. Украшения. Настенные электронные часы. Неподходящий инструмент. Электрика. Железный переключатель. Прожектора. Было бы неплохо тоже поставить. Вот так. Ну, конечно, электроэнергии у нас пока нет. Уличные фонари для входной двери. Не достаю, да, отсюда. Ладно. Нам нужен мотор. Мотор плюс стекло плюс металлолом. Ну, давай сбегаем. Мотор, стекло. Так, и то, и то у нас должно быть. Только помнить бы где. Так, мотор один нужен, если ничего. Ну, давай два возьмем. Сразу два поставим. И стекло, в общем-то, у нас тоже имеется. Стекла я не знаю. Ну, сколько? Пять. Возьму. А, там же еще пластик нужен был. Пластик у нас есть. Нормально. Давай. Все. Отлично. Шикарно. Так, сюда для бочек поставим чего-нибудь. А что еще можно на самом деле? Все, давайте посмотрим. Это все у нас металлические элементы. Лестницы, крыши и прочее. Это не то. Туалетная бумага. Вещь полезная. Кто думал, друзья, что... А, это держатель всего лишь. Я думал, вместе с туалетной бумагой идет. Было бы офигенно. Не правда ли? Вообще офигительно. Крепление для бочки одинарное. Но это, опять же, спереди, сзади. Ну, в общем-то, из такого классного, что бы я хотел поставить, сюда ничего не ставится. Окна нам... Ну, наверное... Широк, подожди. Кухонное окно? А что, оно сюда не ставится? Подожди. Отойди. Подожди. А что я не могу его сюда поставить? Не, понятно, что неподходящий инструмент, возможно. Но это ж не об этом речь. Мне ж просто поставить нужно. Ладно, придется... Раз мы решили довести поезд до ума, придется делать все... Да почему я вставить это не могу? Во, вставилось. Офигеть. Так, неподходящий инструмент. Делаем. Как раз... А его все равно не видно. Ха-ха, только зря старался. Так, что у нас тут было? По-моему, вот это. Да. Поехали доделывать. Не, ну, друзья, не знаю, говорите все, что хотите, а по-моему, выглядит уже получше. Дверь надо закрыть как-то. Ну, дверь может какую-то поставить. Дверь. Дверь железная. А, я, наверное, понял, друзья. Я, наверное, понял. Сначала нужно поставить дверь, а после этого уже только защиту для двери, возможно. А, нет. А. А. То есть, просто... Просто дверь. Дверная решетка. Понятия не имею. Для какой двери она нужна? Дверного окна. А что за двер... Ну, дверное окно, это оно же считается? Я не знаю. Ладно, ставим тогда обычные двери, чтобы тут пор... А-а-а-а-а! Может быть, для такой двери? Может быть, имеется в виду вот такая дверь. И на нее уже ставится? Окей. Окей. Наверное, да. Наверное, да. Барона. Во! Жесть! Вот. А я не знал, что такие двери дырявые есть. А оказывается, имеются. Не, ну это совсем другой разговор. Тогда вообще все меняет. Так, двери. Давайте сделаем тут такую дверь Пластик нужен И металлолом еще Древесину можно будет выложить Хорошо Пластик, металлолом Блин, все, это мой косяк, друзья Понимаю Металлолома возьмем сразу на будущее Какое-то количество Так, древесину я пока Но большую часть выложу, тридцатку Столько нам не нужно Пластик бы не помешал Возьмем пластика, ну сколько-то допустим Он немного весит, 10 единиц И стекла возьмем еще Ну тоже где-то 6 Пригодится в работе Поехали Шикарно Так, теперь Оборона И решетку вот такую А что я разбираю, подожди А надо ее разбирать-то Ты ее собирай Блин, что ты делаешь Теперь не закрывается Да 6 Начал разбирать ее зачем-то Не знаю для чего Ну а сюда тоже можно поставить В принципе вот эти Бочки Просто само крепление для бочек Уже будет выглядеть как что-то необычное А потом если что-то Еще Можно будет поставить Это в общем-то даже выглядит Как защита в какой-то степени То есть Это тоже будет мешать на поезд забраться Хотя это и крепление О, как быстро собрал Хотя это и крепление всего лишь Давай Ну полностью Укомплектованная Стена Можно сказать Здесь она укомплектована Еще не полностью Накопительный бак Дождевой воды бы тоже Внешне поставил бы Было бы прикольно Крепление для одной бочки Для двух бочек А в чем разница между таким И таким Они же идентичные А, крепление для бочек и канистры А это я понял А это только для бочек Ну и что? О, хорошо Ну вот что такое непонятное С шипами у нас друзья Выходит на выходе Вот так вот Ну прикольненько В общем-то Полностью мы Укомплектовали Весь вагон Примерно теперь Есть понимание Как все эти системы работают Как, что, куда нужно ставить Теперь нам нужен Разумеется Следующий этаж Потому что Без следующего этажа В чем смысл вообще? Нам нужна лестница На следующий этаж И сделаем мы ее Лестница И хранилище Не тот инструмент Это понятно И поставить-то ее некуда На самом деле Эту несчастную лестницу Деревянная лестница Такая Лестница для люка Внешняя лестница Стоп, а что значит Внешняя лестница? Аааа Это классная вещь, кстати Это, кстати, классная вещь Я как раз об этом думал Нам нужна лестница Чтобы можно было заходить И тут, и там Точно Так, тогда мы сейчас ее соберем Куда деваться? Конечно, конечно, конечно Так, что бы я хотел? Металл бы хотел бы Он вечно заканчивается, блин Вот бы мне какой-нибудь Телепортер сделать Чтобы металл сразу Телепортировался Ко мне из ящиков Когда я что-то строю Было бы крайне удобно Ну, мы будем собирать, нет? О Давай О, теперь мне придется Оббегать весь, блин, поезд Забраться Отлично Далее Почему мне не получается с лестницей? Я ведь когда-то ее делал И почему-то она не ставится Лестница Вот эта куда ставится? Под пол с люком И я понял Внешняя лестница Это, может, ставили Лестница в хранилище Универсальное решение Вместительный шкаф и лестница Отделенная от жилого пространства Стеной Для установки необходим Пол с лестничным проемом Вот в чем моя проблема была Нам нужен пол с лестничным проемом Немного уюта И подожди И защита от дождя Устанавливается только на пол С лестничным проемом Окей Нам нужен пол с лестничным проемом Это что еще такое? А что это такое за... Что это? Откуда это здесь? Так, ладно Давайте-ка сделаем Крыши и полы Какой пол я хочу? Вот, я не знаю Абуз Вот, надо будет абуз сделать Я не знаю Вот такую Ну это получается Куда-то надо будет ее сюда ставить Да В углу Или сюда По крайней мере Вот эту штуку надо будет убирать Надеюсь Все не развалится Мне разработчик помогал С этим поездом Когда у меня полетели Сохранения Как бы тут оставил мне Немного ресурсов Вот Крыш с окном Нет Ну давай Пол с лестничным проемом Вот такой сделаем Не там Наверху это слишком не то Надо его поставить Куда-нибудь вот сюда Придется шкафы Правда передвинуть Ну это такая мелочь на самом деле Так, давайте Сделаем Готово Вот шкафы бы Как-то бы Куда-то бы Перетащить бы Это будет сложновато Так, вот эти все штуки Надо убрать Запарюсь Перетаскивать Тут целых придется Получается Три шкафа Освобождать Искать где-то для них Место, ресурсы И прочее Так, давайте тогда Пока сюда переложим Ну а дальше Можно будет Заняться Дальнейшим строительством Но на этом, друзья Мы с вами Пожалуй Пока остановимся Повозились немного Со стройкой Так особо Ничего не сделали Но зато Узнали Что поезд Теперь защищен Надеюсь Видосик вам понравился Большое спасибо За внимание За просмотр Вы только посмотрите На это чудо До новых встреч Удачи Пока Счастья вам Берегите себя Пока